Сдаешь экзамен, допустим, вот здесь у меня не было опыта, у меня было неправильное чувство, этого не понимал. И когда сдавал экзамен, очень сильно учил, у меня по шкафе перенапрягалось, я потом приходил никакой туда. Ну и сдавал плохо, чаще всего. А мой знакомый один, он учил только самое главное, приходил сдавать экзамен, и он как-то настраивался, медитировал, приходил сдавать экзамен, очень уважительно, здравствуйте, к преподавателям. Когда они его спрашивали, он такой, говорил самую суть, самое главное всегда. Деталь не говорил. Но он говорил так уверенно, что его дальше не спрашивали, говорили, понятно, ты это знаешь, следующее, тоже самое главное. И он очень такой, и всегда одни пятерки, то есть. Но если взять детали, он деталь не знал. Но если даже его пытаются детали спросить, он говорит, вы знаете, что-то я запамятовал. Но остальное же он все сказал, тут запамятовал, но все равно пять. Все страшно, потому что уважает же преподавателя, относится, хорошо улыбается, а те отметку не вытягивает глазами. Я пугался преподавателя, приходил и боялся просто. Страх, значит, тоже плохая отметка. Наглость, когда приходишь, у меня один знакомый был, он как бы, ему говорят, ну что-то вы плохо знаете. Он говорит, нет, я хорошо знаю. Торговался с преподавателем, думаю, ну все, мы тебя вообще сейчас завалим. И мы заваливаем всегда вообще. Он начинает торговаться, его вообще просто. Я вам просто разные примеры привожу, чтобы вы поняли, что эта система работает везде, даже на войне. Но еще к этому всему я хочу одно дополнение только сказать. Доброта невозможна без Бога. Вот если вы не настройтесь на природу, на добрых людей или на алтарь, на Священное Писание, на Святое Имя Бога, то вы не сможете быть добрым, у вас не будет сил на это. Доброта берется из памяти о чем-то. Потому что злоба или страх, это всего лишь разрушение энергии любви, энергии времени. Энергия времени разрушает любовь вашу, и у вас возникает или страх, или злоба. Злоба, это когда вы как бы чувствуете свою силу, а страх, когда свои силы не чувствуете. А память о Боге разрушает злое время. Злое влияние время. То есть, если вы в тот момент, когда опасность наступает, не помните о Боге, не помните о добрых людях или о природе, то ниоткуда прийти энергии любви, энергии веры, энергии знания, которая вас сохранит. Иногда время вышибает знания, и человек становится униженным, но любит. А иногда время вышибает любовь, и человек чувствует истину, но не любит и злиться, доказывает свою истину. Но если человек связан с Богом, то Бог даст или знания, или любовь. Природа может дать. Человек прогулялся, любит природу, тоже дает. Потому что там тоже Бог существует, присутствует. Добрые люди могут дать. Добрым людям пошел, когда тебе плохо, они тебя успокоят. Если ты в них веришь. А если ты веришь в себя, значит, ты будешь уничтожен. Поэтому очень важно поменять эту веру. Мы все верим в себя сначала. Если я постоянно думаю о себе, печалью, тоскую, хочу, чтобы у меня все в жизни хорошо было, это вера в себя. А вера в Бога или в добрых людей означает, что человек отвлекается все время от себя. Время нас притягивает к себе. Он говорит, думай о себе все время. А мы, если стараемся думать о других, это называется благость. Жизнь благости означает, что человек постоянно хочет изучать, как правильно жить, заботиться о других, работать над собой. То есть это называется жизнь благости. А есть еще духовная жизнь. Когда человек вообще от Бога не отвлекается, его ничего не может сломать. Он не выводится из равновесия ничем вообще. Ни голодом, ни холодом. Одна девочка, ну там лет 15 девочка, она ходила по домам и рассказывала людям, как правильно жить. И раздяя человек в разок, никто не знал, где она живет, где она ночует, что она делает в промежутках. Вот ей давали покушать, она кушала. И все говорили, что девочка святая. Но никто точно не знал ничего про нее. И один человек решил, вот она ушла от него, и он решил проследить. А что она, куда сейчас пойдет? Началась гроза. И он увидел, она пошла-пошла просто в поле. Села и всю ночь вот под дождем молилась. Потом, когда ночь прошла, она встала, опять начала людям помогать. И он понял, что она святая на самом деле.